Каждый выбирает для себя Привет, партнеры! С вами Александр Камай. Как и было обещано, сегодня появилась кнопочка конвертации прав владения в Крауд 1 Реводс, в Крауд 1 Вознаграждение. Компания выполняет свои обязательства всегда. Да, за 11 почти месяцев общения с этой компанией я ни разу не видел, чтобы она не выполнила своих обязательств перед партнерами. Вот эта кнопочка, во-первых. Во-вторых, Крауд 1 Реводс уже стоят у тех, кто давно в компании, у кого были пионерские права владения. И у меня 73 тысячи с копейками этих самых Крауд 1 Реводс. Сейчас мы нажмем эту кнопочку, Convert All All Rights, и посмотрим, что будет, как будут преобразованы права владения Афель Гоу и права владения на Микстер. Если хотите, сделайте себе скриншот перед тем, как эту кнопочку нажимать. Ну, чтобы потом не вспоминать, а сколько же чего у вас было. Нажимаем. Интересно, что получится. Как я и ожидал. Здесь написано. Да, кстати. Я не рекомендую. Настоятельно не рекомендую. Перед нажатием этой кнопочки переводить страницу на русский язык. Поймите меня правильно. Я не знаю, как это. Но просто я знаю, что во многих случаях перевод с оригинального языка на русский или на какой-то еще приводит к тому, что операция не может быть выполнена. Крауд 1 мне говорили. Я вот сколько раз переводил, и все правильно. В некоторых случаях правильно. Например, Крауд 1. Мой партнер хотел переставить направление размещения будущих партнеров в другую ногу. И никак не мог этого сделать. Позвонила мне. Я же вижу, что у нее сайт на русском. Я говорю, переведи. Она при мне выполнила перевод. Не переводится. Перевели страницу, вернули страницу на исходный, оригинальный вариант. И все. Тут же поменялось направление. Нажав соответствующую кнопочку, тут же получили изменение направления размещения новых партнеров. Никаких проблем. Поэтому здесь я никогда не перевожу сайты на русский язык. Даже там, где это российские сайты, я не перевожу их на русский язык, если они на английский. Вообще никогда не трогаю языки сайта. Поэтому мне сложно, например, ориентироваться на немецких, итальянских сайт. Не знаю я этих языков совсем. Но если бы была потребность в этом, я бы выучил какое-то конкретное количество терминов, и никак не хуже было бы от этого. И здесь не знаете вы английского, выучите некоторое количество терминов, и все будет как надо. Итак, краудонемреводс. вы имеете потенциально 84 тысячи, 875 и так далее краудонемреводс. Потому что у вас тут вот перечислены права владения Афилгоу, микстера, и написано, что в пионерских токенах было автоматически конвертировано какое-то количество краудонемреводс. И вот именно это количество здесь и написано. чтобы принять участие в будущих выплатах и так далее, читайте об этом в новостях. Ну и наконец, естественно, кнопочка Convert Now. Нажимаем ее, и конвертация произойдет. Вот она произошла. Написано, что все в порядке конвертировали. И здесь у вас теперь стоит по нулям права краудодинреводс стоит уже показанная вам сумма. Действительно, вот вам нули, а вот вам восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят пять шестьдесят шесть. Поскольку курс двоечка, не трудно посчитать, сколько это будет в евро. На самом деле, все это пока никакого отношения к нашим деньгам в кармане не имеет. Это наш потенциал. Потенциал будущих наших выплат. Но будущие наши выплаты зависят вообще говоря, хоть они и как бы пассивный доход собой представляют, но они зависят от нашей работы. Потому что величина этого пассивного дохода, величина прибыли компании, которую она получает от внешних партнеров своих, от сторонних организаций сейчас вот игрового сектора. Потом будут подключены какие-то другие направления человеческого бизнеса нашего. Мы же для них готовим свое сообщество. Но готовим это сообщество именно мы. Компания нам дает такую возможность. И те, кто сидят и никого не приглашают, они иждивенцы для тех людей, которые приглашают в наше сообщество новых и новых партнеров. В этом уникальность нашей компании. Да, мы на приглашениях людей зарабатываем деньги. Конкретные деньги, которые делятся, кстати говоря. 80% идут нам на кармат, а 20% и идут в крауд один ревод. Теперь будут идти в крауд один ревод. Нету больше ничего другого. Я все слепо даже не заметил сразу, что здесь уже теперь нету ни Афилгоу, ни Микстера. Стоят просто правая и левая нога. Вот как-то так, партнеры. Мне кажется все более или менее понятно относительно технологии преобразования бывших прав владения Афилгоу и Микстера Крауд один ревод. Ну и понятно, конечно, я надеюсь, что понятно то, что я изложил по поводу наших забот о своем будущем хлебе насущном. У кого-то это будет кусочек хлеба, раз он никого не приглашает. у кого-то на этом кусочке появится масло, потом хлеб с маслом отойдет в сторонку и начнется какая-то другая пища. У нас 18 уровней, 18 пулов, которые одинаково распределяются половина доходов компании, идущие на выплаты партнера. и человек заработав на приглашение какие-то деньги, в зависимости от того, сколько, чего, кого он пригласил и так далее, у нас есть. И чем более широкую, богатую сеть вы построили, тем больше у вас возможностей получать доходы от сторонних организаций. потому что находясь на каком-то уровне, вы получаете доходы не только от этого уровня, но и от всех предыдущих. Вполне логичное и с моей точки зрения справедливое распределение денег. На этом я закончил. И так ролик оказался затянувшимся. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.